Разделение в сдаче госэкзамена на базовый и профильный – новый формат, который появился в этом году. Для получения аттестата об окончании школы достаточно сдать предмет на базовом уровне. Профильный – необходим выпускникам для поступления в ВУЗы. Именно для второго уровня сегодня проводили испытания. Сегодня выпускники имеют возможность сдать математику, профильный уровень. Для чего предоставлена им эта возможность? Для того, чтобы использовать сдачу этого экзамена при поступлении в институт, именно где необходима профильная математика. Для тех, кому эта возможность не нужна, они сдавали экзамен 23 марта – математику базовый уровень. То есть это позволит им спокойно получить аттестат о среднем и общем образовании. Списывать на экзамене по-прежнему невозможно. К видеонаблюдению, которое даёт картинку онлайн как в Рязани, так и в Москве, добавили в этом году и ещё одну меру борьбы со списыванием – глушилки сотовой связи. Из нового введения можно отметить, что сейчас у нас глушилки телефонной связи устанавливаются. Но видеонаблюдение ведётся по всему пункту. Но это уже не такие крупные нововведения. Они все были и уже в прошлом году. Мы ежегодно принимаем экзамены, поэтому ничего особо нового для нас в этом нет. Выпускники осведомлены сейчас хорошо. Ну и хотелось бы сказать родителям, чтобы они, отправляя своих выпускников на экзамен, не заставляли их брать с собой телефоны, потому что возможности использования телефонов совершенно нет у них в этом году. Например, на нашем пункте проведения экзаменов, который сегодня у нас базируется в средней общеобразовательной школе номер 13, защита обеспечена полностью. Есть металлодетектор, есть ручной металлодетектор при входе. Для сдачи математики в досрочный период сегодня пришли 13 человек. Продолжительность ЕГЭ по математике составляет 3 часа 55 минут. Минимальное количество баллов единого госэкзамена, необходимое для поступления, составляет 27 баллов. Напомним, что теперь документ на руки не выдается. Все результаты занесут в федеральную информационную систему, и они будут доступны только в электронном виде. Бумажные документы с результатами ЕГЭ упраздняются из-за участившихся случаев их подделки. Кроме того, в ближайшее время откроется специальный портал, на котором любой ученик сможет посмотреть результаты ЕГЭ, указав свои паспортные данные.